здравствуйте дорогие друзья вновь эфире передача просто верь я ее ведущий священник сергий рыбаков мы продолжаем разбираться с очень сложной и меж тем актуальной темой границ церкви вообще существуют ли таковые или их нужно снести если они существуют и принимать всех подряд без разбору или же наоборот нам нужно все-таки выстраивать определенные критерии и и создавать определенные условия для того чтобы человек в эту церковь вошел вот вчера воскресный день первое воскресенье великого поста именуется торжеством православия и в крупных соборах там где служат архиереи по всей нашей необъятной родине и не только из-за ее пределами дьяконы громко торжественно и даже может быть пугающе перечисляли всех еретиков всех времен и народов и заканчивали словами да будет им всем анафема честно говоря признаюсь меня такое чинопоследование всегда несколько пугало потому что есть ощущение что мы очень громко заявляем о том кто не наш и как будто бы даже нету сожаления о том что они не наши не с нами вот тем более что есть ряд тех еретиков которые еретиками стали вполне себе случайно по какой-то нелепой случайности когда не выработался еще богословский язык когда некоторые люди с трудом понимали по-гречески и трудно им было понять что такое ипостась что такое два естества две природы и сейчас если бы мы их спросили то это уже давно изжитый конфликт они действительно исповедуют может быть христа и богом и человеком и понимают что в нем присутствует и та и другая природа но так сложилось что когда-то в далеком пятом веке их отделили от церкви от православной и назвали монофизитами например и они до сих пор продолжаются продолжают так именоваться вот сегодня мы с вами собрались в студии для того чтобы поговорить нужна ли вообще догматика современному христианину и не выстраивает ли она некоторых искусственных границ для человека препонов для того чтобы встретиться со христом говорим с нашим гостем с преподавателем самарской семинарии с отцом сергием кредичем здравствуйте снова здравствуйте батюшка ну для тех кто может быть сегодня впервые вообще смотрит нашу передачу поясним что вы философ вы преподаватель богословских дисциплин в семинарии и поэтому конечно как не с богословом разговаривать о догматике логично что вы сегодня здесь в прошлый раз вы попытались мы попытались здесь в студии до через чтение священного писания вновь и вновь как бы поставить на разные чаши весов цитаты за инклюзию цитаты за эксклюзию да за то чтобы мы вот эти вот границы выстраивали сегодня мы немножечко перекинем мостик из прошлой передачи потому что мы не все успели обсудить не все цитаты и перейдем собственно к догматике мне я может быть не очень хочу вас перебивать когда льется действительно стройная мысль вот в торгаться поэтому я заблаговременно задам вопрос о том вот который я обозначил в преамбуле нужна ли догматика вообще современному христианину и если нужна в полном ли объеме и всякому ли она нужна и что будет с тем человеком который например ставя свечки в храме 25 лет 25 лет приходя каждый воскресенье на причастие например но не совсем разбирается в теме например амаусиус амиусиус там и так далее так далее вам карты в руки ну в целом тут да я бы сначала с вашего позволения закончил вот то крещенда который начал неделю назад ну во первых посмотрите с одной стороны достаточно просто исповедовать христа господом и ты уже как бы в церкви а с другой стороны начинается практика и апостол павел говорит что вот вы коринфяны не правы в том что вы ничего не сделали с человеком который сожительствует с женой отца своего то есть не с матерью а с мачехой но простите а вот если бы это было на современном приходе то есть простите вот такой вот эксперимент проведите мысленно к вам подходят вот к любому из вас зрители это вы знаете а вот он вы знаете что он делает он ой 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 ошеньки и и тут надо что-то сказать и казалось бы нормальная реакция нормального человека во все времена то есть а зачем вы ко мне с этим подошли и чего вы меня сейчас хотите то есть мы сейчас вот должны да а вот вы знаете а вот мало ли кто чего еще то есть правильно я понимаю что сейчас тема самой общинности и соборности поставлен в эпоху победившего индивидуализма она сопоставлена под вопрос большой для современных христиан то есть люди не входят в общность они индивидуально спасаются несмотря на то что вокруг они пытаются индивидуально спастись рискну сказать что они пребывают в иллюзии что индивидуально можно спасти вот это мне конечно скажут а вот подвижники аскеты но тут я спрячусь за статуи аристотеля который сказал что тот кто живет вне общества он не человек это либо бог либо животное ну то есть вот соответственно мы живем среди себе подобных и пытаемся спастись опять же среди себе подобных тот кто говорит что вы знаете на моя церковь это мое собрание дисков с пением различных православных хоров или мое собрание альбомов с византийской афонской сербской и болгарской живописью он обманывает себя в первую очередь это эта трагедия это не значит что мы должны прийти вы в клетке его привести в храм воскресенье нет и заметим вот когда появляется община вот тут начинаются вот эти моменты и вы совершенно правильно сказали они не догматические но правда ну а что делать если человек вот так вот мы же ему должны что-то сказать или не должны ничего сказать апостол продолжает том же послание кориффинам уже 6 6 глава ни блудники ни идолослужители ни прелюбодеи ни молоки ни мужеложники ни воры ни лихаимцы ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царствие божие не наследуют то есть они приходят в церковь а наследства у них нет хотя ну простите вот человек блудник если нет пострадавших казалось бы говорит нам разум то нет и преступления если все происходит про взаимному согласию никто никого не похищает ни удерживает ни насилует где проблема апостол говорит а проблема есть если человек простите пьет то есть он не работает с сверхточными микроскопами в лаборатории от его ошибки не упадет контейнер не будут смешаны неправильно лекарства но вот он вот в том положении когда вот например на пенсии и он из небедных христиан и он позволяет себе ежедневно пить мы должны его останавливать или нет он вроде приходит он вроде как бы ну это вот часть его жизни и вдруг вот и и ладно ладно блудники воры понятно мужеложники тоже можно согласиться злоречивые это живот да каждый второй если не каждый первый а вы знаете а вот он ну и вот и и тут возникает вопрос а где критерий и вот мы с вами как раз заканчиваем расчерчивать вот это поле я бы предложил вам такую схему что это границы которые прокладывает само священное писание то есть если мы возьмем доску ну к примеру условно да вот очень хорошо и наглядно видеть эту ситуацию если каждая из цитат будет гранью например чтобы случилось предательство нужно быть человеку другом одна линия нужно чтобы человек вам доверял вторая линия и третье чтобы вы обманули его доверие и вот этот треугольник да вот то что в нем предательство если вы обманули доверие человека но он не был вам другом вы выпали за эту грань вот вы человеку другом да если друг вам доверял вы были ему другом и вы не не обманули его доверие, вы опять не в треугольнике, вы выпали через эту грань. А вот если все три линии, то вы внутри, в этом загоне, который именуется предательством. И дальше, смотрите, говорящий «Господи, Господи» – одна грань. Он ходит, говорит «Господь, но не ходит с нами» – вторая грань. И вот если мы вот это расчертим, ну там будет так, так, пятиугольник, шестиугольник, там как угодно, вот эти цитаты опять возьмите и посмотрите. И вот те, которые внутри, там, правда, нету догматики. То есть Арий-то так и смущал православных, которые говорили, что ты неверно учишь. Он носил при себе по преданию свиток с Евангелем, конечно, не все время, но в такие моменты, когда к нему могли кто-то подойти и спросить, он ему протягивал Евангелие, сказал, говоря, вот где здесь единосущный? Покажи мне место в Евангелии, я уверую. И, кстати, вот опять же, если так вот поднапрячься, то в Евангелии, строго говоря, нету места, где Господь говорит «Я Бог, поклоняйтесь меня». Ну, нету такого места. И вот тут опять ой. То есть получается, что на Христа можно смотреть вообще любыми глазами, но все-таки не любыми, рискну сказать я, потому что Церковь смотрит на Христа глазами апостолов. То есть в этом случае, если… Но при этом, простите, я перебью, есть фраза в Евангелии, что хулана сына простится, а хулана Духа Святаго не простится. То есть в этом смысле, ну, получается, в полной мере богохульниками были… Те, кто отрицал чудо явное. Да, да. Ну, то бишь, вот Арий, который мог действительно не разобраться в природе, ну, Арий-то там действительно в большей степени это про тринитарные споры, про споры в соотношении Бога Отца-Бога Сына. Ну, хорошо, не историй. Да, вот не историй, монофизиты и так далее. Получается, эта хулана может проститься, вот, потому что она не на Духа Святаго, она на вторую поставь. В этом смысле тогда так ли мы должны жестко держаться вот этой самой… Надо себя одергивать всякий раз. Мне очень нравится такой интересный православный образ, что когда человеку… что истина – это песня, а не палка. То есть если мы продолжим такую интересную аналогию, что когда человек приходит в храм, только только входит, ему выдают истину жесткую и прямую, как палка. Но для того, чтобы он на этой палке делал зарубочки, как он возрастает. А если он эту палку просто привязал за спину, как меч, и время от времени ее достает и размахивает, лупит всех по всему, до чего дотянется, то он неправильно использует истину. То есть истина – это то, что лично радует тебя от переживания того, той радости Бога общения. И это хорошо, если вплетаются еще и другие голоса. Это прекрасно. Ну вот Хомяков, соборность, вот этот вот образ хора, он вполне себе отражает. Хотя Хомяков не имел богословского образования. И, разумеется, богослов за историю церкви всего лишь Иоанн Богослов, Симеон Новый Богослов и Григорий Богослов. А все остальные как-то вот весьма условны. И в плане решения, вот что же есть церковь… Догматика нужна, потому что, смотрите, вот вслед за апостолом Павлом, церковь начинается с общины. Нет общины – идеал не работает. То есть это будет просто теоретический выбор, но это как, простите, там, я не знаю, поддерживать Римскую империю. Где сейчас Римская империя? Да нету. Ее хорошо, вот я, знаете ли, за римлян, доспехи красивые, система римского права великолепная и так далее. Там за Византию, которой больше нет. А вот как только мы начинаем про современные империи, да, то вот тут начинается уже вот вопрос. Китай – империя, Российская Федерация – империя, Соединенные Штаты – империя. И у каждой из этих империй начинается конкретика. Вот и тут то же самое. Первое – это, простите, община. То есть если человек не в общине, он не в церкви. Так. Когда он приходит в общину, община вокруг чего-то собирается. И вот тут, заметьте, догматики еще нет. Человек приходит в общину всегда. В общине все строится вокруг чего-то. Если это нездоровая религиозность, не всякий опыт полезен, да, не всякий медицинский опыт, не всякий интеллектуальный, не всякий религиозный опыт хороший. И бывает так, что община строится вокруг одного человека, и, соответственно, вот он ведет не ко Христу, он ведет к себе. Сразу мимо. А вот если мы идем ко Христу, то мы идем к Чаше. Вот это второй момент. Чаша. И здесь Господь сам, рискну сказать, производит от всех. Вот последняя цитата, которую я выписал. Коринфянам тоже первое. Ну, значит, начали, что он сожительствует с мачехой. Продолжили. Не обольщайтесь, пьяницы, молоки, злоречивые. То есть, вот про остальное можно сказать. Мы не плодники, мы не хищники, мы не воры. Но вот злоречивые, вот не пьяницы, вот это куда труднее отрицать. Прелюбодей. И дальше, в 11 главе, посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. И апостол продолжает. От того, что вы недостойно причащаетесь, многие из вас больны и немало умирает. И вот тут начинается догматика. А как мы понимаем Христа, а к какой чаше мы, собственно, идем? Потому что, если, вот здесь начинается уже предание. Вот тут надо просто констатировать, что вот та точка, на которой мы сходим со страниц Писания. Вот фундамент, Слово Божие, это истина. Но можно понять, например, как понимал Цвингли, что сие творите в мое воспоминание. Это такой мемориальный момент. Как евреи вспоминали, что они уходят из Египта и избавляются от рабства. Но, простите, спустя тысячу лет исхода из Египта. А-2, А-3. То есть, дает ли тебе это плюс 5 к загару? Нет, не дает. Дает ли участие в вот этой вот трапезе каких-то еще бонусов? То есть, их надо в дорожной одежде. Это надо с горькими травами съесть ягненка. Съесть ягненка надо, не ломая ему костей. Ну, то есть, мы уходим сегодня в ночь. Мы в дорожной одежде собрались у трапезы с горькими травами. И что это? Это всего лишь воспоминание. То есть, в этом случае, смотрите, очень четкая параллель. Вполне себе в духе, соблюдая не букву, а дух. Разумеется, если бы мы у иудеев спросили, а можно ли вот это уподобить 9 мая? Они бы сказали, да что вы. Но в целом то же самое. То есть, мы вспоминаем, это история нашего народа, это бессмертный полк наших дедов. Но, с другой стороны, дает ли нам это плюс 5 к броне? Дает ли нам это плюс 10 к смелости? Дает ли нам это к выносливости? То есть, мы вспоминаем и переживаем родство. И Цвинский говорит, в этом случае это не более чем психологический прием. Как вот сейчас тимбилдинг, то вот тогда придумал Христос. То есть, грубо говоря, мы не сможем сильно поругаться с человеком, с которым мы регулярно едим за одним столом. А еще вот этот символический жест, когда не просто хлеб нарезан, а хлеб преломляется и вот так вот по столу проходит. Может, не все знают, что Цвингли – это протестантские реформации. Да, ну, собственно, Лютер, Кальвины, Цвингли – это как раз вот те, кто стояли у истоков протестантизма. Трудно, конечно, проследить во всем многообразии современного протестантизма и истоки. Но, в целом, считается так. То есть, и заметим, тот же самый аргументарий, а почему нет? То есть, вот тут-то мы сошли. Господь сказал, святворите в мое воспоминание. Да, ну, так мы можем вспоминать, пожалуйста, битву при крыси. Мы можем вспоминать поатье. Мы можем вспоминать… Ну, то есть, заниматься реконструкцией. Ну, какие-то даты, которые нам важны. Такая историческая реконструкция, битвейская реконструкция. Даты в истории семьи. В этот день дедушка встретил бабушку. А что это для нас, если мы говорим… Вот, и вот тут начинается, смотрите, во-первых, это община. Тот, кто не в общине, тот не в церкви. Невозможно интеллектуальное христианство в одиночестве. Даже святые подвижники, они возвращались. И, собственно, помните, вот тот момент, когда монахи, с одной стороны, по смирению говорили, мы недостойны священного сана, но по необходимости, иной раз становились диаконами, потому что диакон может прийти, взять дары и унести их для причащения. Вот, пожалуйста, вот критерий. То есть, мы к чаше подходим, и в этой чаше мы как понимаем Господа? И вот тут появляется догматика. Простите, в чаше хлеб и вино просто, или тело и кровь Господа? И дальше начинается с приложения присуществления. А, собственно, что же Господь воспринял? Вот с приложения, в школе возникло, приложение присуществления, не является ли это зачастую каким-то таким боданием педантичным в области терминов? Ну, мы же, и те, кто говорит, что присуществление, и те, кто говорит приложение, говорят фундаментально главное, что это уже не просто хлеб и не просто вино. Да, да, да. По этому поводу лучший ответ, который я слышал, не пытайтесь поймать Христа, как ловим мы солнечный лучик в бутылку. Господь говорит, я есть путь, истина и жизнь. И можно сказать, Господи, путь – это Самара, Самарканд. Самарканд. Истина – это дважды два – четыре. Ну, где здесь Самарканд и где здесь четыре? То есть, это же взаимоисключающие. Либо путь, либо истина, либо, ну, как так? А вот и так, и так. Поэтому вернемся к предыдущему тезису. Правы те, кто утверждают в любой серьезной дискуссии, то есть, аргументы «за», есть и у той и той стороны, и они и те, и те правильные. А вот там, где они начинают спорить с оппонентом, вот там уже правота начинает иссякать. И в этом случае, возвращаясь к повествованию, да, то есть, простите, пьяницы не подходят. Нельзя прийти, как-то, с запашком. Ну, праздновали вчера, ну, бывает. Нельзя прийти вот так вот просто с улицы. Это все-таки собрание верных. Это люди, которые, вот, опять же, читают Писание ежедневно, которые пытаются следовать за Христом. И это не тот бонус, который можно получить бесплатно. Вот тут вот в данном случае я тоже приостановлюсь. Хотя, я так говорю, за причастие ни с кого денег не берут. Да. То есть, претензии про свечки, про крещение, про отпевание церковь регулярно выслушивает, но нету такого злобного антиклерикала, который бы сказал, я пришел причаститься, а меня без денег не допустили. Мы как-то, вот, по-моему, в прошлый раз произнесли, что действительно границы зачастую проходят персонифицированно по сердцу каждого человека. То есть, в конечном итоге Господь сердцеведец смотрит то, чем это сердце, чем это сердцевина наполнено, и, соответственно, будет принимать решение, мой или не мой. Да. Мы не знаем тебя, ты не готовился. Ну и дальше тысячи препонов. Мы так не говорим, мы спрашиваем в идеале, вот в хорошем приходе, не, как бы это сказать, в карикатурных, где, как бы, что вы здесь стоите, вы не так стоите, это мой подсвечник, идите отсюда. Ну, опять же, неправы в том, что опровергают, и правы в том, что утверждают. То есть, человеку надо бы спросить, чем ему помочь. То есть, как раз вот с этого общины начинается. Когда человек приходит в церковь, и его спрашивают, а как вас поддержать можно? То есть, нуждаетесь ли вы, нужна ли какая-то помощь? И вот тут, опять же, любой, кто начинает пытаться жить по-христиански, сталкивается с тем, что не каждому по прошайке надо подавать. Все мы сталкиваемся с тем, что есть те, которые нуждаются прав, да, и есть те, которые на этом паразитируют, которые понимают, что вот тут надо, вот, постоишь, и 500 рублей за два часа. 500 рублей на день, иной раз и достаточно. Ну, и, соответственно, вот, пожалуйста. И христиане неизбежно начинают спрашивать, да, а что у вас, а как вам можно помочь? И это может сделать только община, кстати, потому что помощь-то бывает разная, иной раз что-то перетащить, иной раз что-то перевести, иной раз посидеть, послушать. То есть, это же разные типажи людей, это разные способы действовать. И, повторюсь, в этом плане один человек не вывезет и перетащить шкаф, и послушать, и рассказать о разнице между арием и неисторием, и только община может это все потянуть. Потом, тоже важный момент, ну, община – это семья. Вот в семью так просто войти нельзя. И с этим, кстати, никто не спорит. Вот если с церковью начинают, то что вы ставите припоны, а готовился ли я, а как у меня с догматикой? Ну, это же про семью. То есть, нельзя сказать, здравствуйте, это Авдотья, она сегодня будет спать со мной. Нормальные мамы с папой скажут, во-первых, что-то ребенку по этому поводу, и что-то самой Авдотьи. Что, типа, Авдотья, ну, вы пришли возлечь, что же у вас там в жизни случилось, что вам ночевать негде, вам, правда, надо помочь. Ну, потому что такое тоже случается. Ну, это же совершенно не рядовая ситуация. То есть, община – это семья, это раз. Второе – община – это ко Христу. То есть, в этом случае мы не можем прийти, ну, как вот тоже было хорошо сказано у одного из ветхозаветных пророков, и вот вы приносите мне жертвы, а предложи такое своему князю. И что он тебе такое? То есть, все-таки надо бы одеться нормально, надо бы вести себя. То есть, знаете, это не догматика, это просто мы приходим трезвые, мы приходим, понимая, в чем мы участвуем. Ну, то, что Честертон называл джентльмен. Да, и вот тут, опять же, прекрасно исполнил тоже отец Савва Мажука, хорошо сказал, буржуазное христианство. Давайте не будем отрицать, что мы буржуа. Буржуа важен, знаете ли, вот комфорт, отопление, отсутствие сквозняков. То есть, если бы мы такое сказали христианам первых веков, античным тем самым, то есть, они бы сильно удивились. Ну, кстати, апостол Павел тоже говорит, и вот почему у вас одни упиваются, потому что они богатые, вот они на вечерю пришли. И вот это же не догматика. То есть, что, не пей вина, как догматы? Нет у нас такого догмата, можем мы пить вино. Но это что, опять же, вот инклюзия, эксклюзия по правилу. Но вот не очень много времени у передачи остается, все-таки тогда для чего догматика? Вот это не догматика? Догматика, это про чашу. Что в чашу? То есть, мы здесь собрались ради чаши. Если мы ради школы собрались, то, пожалуйста, вот школа Королева, вот школа Лихачева, вот корпускулярно-волновая теория света, но это не ко Христу. Ко Христу это значит к чашу. Мы читаем Писание, потому что это Слово Божие. Мы приходим в общину, чтобы причаститься. И мы причащаемся чего? Божества, человечества, морали. И вот это и есть критерий. То есть, это взгляд на Христа глазами апостолов. Можно ли смотреть на Христа как на философу? Можно. Можно ли смотреть на Христа как на историческое лицо и моралиста? Можно. Я даже встречал учебник по пиару, где написано, что Христос начал пиар, потому что он посылал подвои перед собой, чтобы они готовили. И то есть, вот Христос как основатель пиар-школы. Есть те, которые говорят, а вы что, думаете, что он возлежал с блудницами, просто в смысле общался, что ли? Но мы это знаем. Но для нас это богохульство. С другой стороны, мы же не... Вот человек подходит, хочет причаститься, он помолился, попастился, он приходит на исповедь. И исповедь – это не экзамен по догматике. Нет. Его так и не спрашивают. Мы никого не спрашиваем, как он себе мыслит то причастие, к которому он сейчас прибегнет. Тогда еще раз повторю вопрос. Так с языка сняли, отчего. Вот это вот... И вот эти ваши догматы, которые... Да никто не сталкивается с догматами. То есть, догматы мешают думать. Немедленный вопрос такому человеку. Какой догмат мешал вам думать? Вот просто вот вы думали, а тут хопа и затор. А это догмат. Не назовет. Кого-нибудь по догматическим моментам не допустили к причастию? Человек пришел, сказал, вы знаете, я съел кодлету в среду, я ругался матом на водителя маршрутки, и я плохо подумал о начальнике. Я об этом сожалею. И мы говорим, готовились. И вот это и есть, кстати, тоже фильтр. Потому что прочитать правила, это же понять. Потому что если мы читаем это как заклинание, и нормальный священник, это же община. Опять же, есть воскресная школа для взрослых, где разбираются. Не понимаете молитвы? Поговорим о молитвах. Ну, потому что вот это вот отроки благочестивые, идолы их обругашев, пламень сами поедоши, а Россия ангел. Чего? Кого? Где? Если не в общине, где могут это объяснить, то это просто заклинание. Это и есть фильтр. Если мы осмысленно это читаем, то мы уже в догматике. Если мы поем Богородица, а не Христородица, мы уже в догматике. Потому что если мы догматику уберем, то есть, простите, как вот в англиканской церкви есть история о том, как они катехизис принимали в парламенте голосованием. Поэтому у них есть Благовещение Марии и Рождество Марии, а Богородицы у них нет. Потому что не сошлись лорды. Ну, вот она община. Причем, заметьте, это тоже, ну, тут уже, наверное, на следующую программу должен быть замес. Это вопрос про то, насколько мы в этом укоренены. Вот, да. И у нас совсем немного времени, время подвести небольшой итог сегодняшней нашей встречи. Во-первых, мне очень понравилась метафора с границами писания, цитата писания, как граница. Это очень интересно. И вот это я еще нигде не встречал, не слышал. Это курс этики. В моем авторском исполнении некогда не встретить. Вот, и во-вторых, конечно, подход к догматике, как к тому, что описывает то, что в чаше, это тоже очень интересно. Вот. У меня сохранились некоторые вопросы, но мне кажется, их лучше задать... Давайте же еще раз встретимся. Да, задать в следующий раз, потому что, я думаю, ответы предполагаются на них достаточно обширные. Вот, например, ну, к вопросу, так это, если интригуя уже наших телезрителей, например, что будет с человеком, если он причащается, но, условно говоря, он его не экзаменует, но внутри себя он что-то неверно представляет. Апостол Павел предупреждает, потому многие у вас больны и немало умирают. Вот. Поговорим об этом в следующий раз. На сегодня благодарю вас, дорогие друзья. Присоединяйтесь к нам в следующий понедельник, тем более, что он будет сразу же после недели о Григории Пламе. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова